Торговый центр за покупками или просто прогуляться в Грузии после паузы в два с половиной месяца заработали магазины одежды и обуви. Многие жители столицы поспешили с наобновками. И таких очередей Тбилиси не помнит со времен дефицита товаров конца 80-х годов прошлого века. В толпе шопоголиков оказался и Михаил Рыбакидзе. Музеи и библиотеки пока закрыты, спортивные и культурные мероприятия отменены. На вопрос, чем же заняться, есть ответ. Прилетел торговый центр за покупками. Многолюдно народные гуляния из магазина в магазин. Кому-то нужны футболки, кому-то кроссовки или джинсы. За два месяца чрезвычайного положения горожане соскучились по красочным витринам и прилавкам. Там, куда раньше заходили лишь редкие покупатели, сегодня очередь. Для меня это самая лучшая терапия. Я почти не выходил из дома, даже работал удаленно. А сейчас мне хочется все посмотреть, все купить. Готовь часами стоять в длинной очереди. Прежде чем попасть в магазин, необходимо пройти дезабарьер и термоскрининг. В магазине не должно быть скопления людей. На каждого пять квадратных метров площади. Для всех обязательны медицинские маски. Такие рубашечки можно выбрать. Вот, тоненькие. Люблю в полосочку и в клеточку. Над моим стилем уже давно в нашей редакции подшучивают. Но я этому стилю не изменяю. В этом магазине можно примерить понравившийся товар. Если не подойдет по размеру, то одежду после обработки паром вернут в торговый зал через 48 часов. В большинстве же магазинов примерочные пока не работают. Снятие ограничений – новый вызов нашей системе здравоохранения и гражданам. Все зависит от ответственности. Если все будут соблюдать разработанные рекомендации, то мы избежим очередного обострения. Через неделю очередной этап ослабления ограничений заработают туристические комплексы и гостиницы. Пока только для местных зарубежных туристов Грузия начнет принимать только через месяц.